И вот дальше как раз был какой момент, связанный с окончанием гражданской войны и с тем, как строится дальше советское государство. То есть, был вариант восстановления, по сути, с национальными, конечно, автономиями, но именно в рамках, вот есть такая государство-образующая нация российская, и есть автономия. Ну вот под это дело, на самом деле, собрать страну обратно получалось очень плохо, потому что нации действительно получили, ну вот они уже в это время от власти, что временного правительства, что Российская империя, освободились, и на положение людей второго сорта, как они были в Российской империи, они были не согласны. Ну вот, например, в Российской империи там было как, это касалось и вероисповедания, и национальности, т.е. там было понятие инородцы, т.е. это жители Средней Азии, Закавказья, которые не имели ни особых прав, ни особых обязанностей, т.е. они людьми второго сорта были. Была черта оседлости, это у нас для евреев, был момент, связанный с православием, т.е. например, переход из православия в другую религию, карался уголовно, а переход из любой другой религии в православие приветствовался, как тебе такой вариант, вот всё это фактически уже не могло действовать, и ситуация неравноправия народов, она не проходила, т.е. на как раз таки идее того, что мы не подчиняемся больше русских, на этой идее работали что украинские нацаристы, что среднеазиатские басмачи, у них же эти моменты были одинаковые, и там строить страну можно было только на принципах равенства народов. Кроме того, любую попытку, допустим, опять же, сделать эти народы частью именно чисто российского государства, этому мешали и зарубежные страны, та же самая Лига наций, которая объявила право народов на самоопределение, т.е. оно официально объявлено, дальше у нас видно ООН и до сих пор действует это право. Именно это и была атомная бомба, заложенная под Россию. Да, дело в том, что как раз таки создание на принципах равноправия народов и союза равного народа в государстве, с правом этих народов самих решать свою судьбу, и позволило создать Советский Союз. Т.е. на этом основании, допустим, к нам присоединились восставшие из Закавказья, когда там началось свержение власти и дошнаков, и мусоматистов, и меньшевиков в Закавказских республиках. Там Красная Армия поучаствовала, но там активно работало местное население, которое поддержало большевиков. Если не такие принципы, как по тому, что Советский Союз, то поддержки населения мы бы там не получили. По таким принципам создавалась, собственно говоря, Белоруссия, Украина, где местные национальные образования уже были. Как это ни печально, они были. Кстати, у нас говорят, типа Донбасс отдали, Украина. Дело в том, что на территории Украины возникли 4 независимых республики, вот нынешнюю Украину тогда. Одну из них в итоге захватили поляки, но остальные татари тоже были. Т.е. на Донбассе тоже была республика. И вот когда Советский Союз образовывался, её можно было сделать отдельной, а можно было включить состав Украины. И вот как раз на принципах равенства народов и их права самих решать свою судьбу и был создан Советский Союз. И вот называть это, допустим, как сейчас называют миной, довольно странно. Дело в том, что вот возник Советский Союз. Начнём с того, что при Ленине было республик всего 4. 15 их стало при Сталине, но при этом почему-то у нас Ленина ругают, а Сталина хвалят. И границы, по которым распал Советский Союз, они были введены не при Ленине. Они были введены гораздо позже, сильно позже его смерти. Ну, видимо, они руководствовались наставлениями Ленина. Речь идёт о принципах. Вот, например, такой интересный момент. На Украине, когда она возникла, вот, собственно, по первой переписи населения, украинцы составляли где-то 4,5 населения, большую часть, подавляющее большинство. А на момент распада Советского Союза они составляли там всего лишь половину. Почему? Потому, что в Советском Союзе происходило постепенное перемешивание народов. То есть, процент украинцев, допустим, тех же самых в России рос, а на Украине снижался. Зато на Украине сильно рос процент русских. И постепенно получался единый народ. То есть, этот процесс просто несколько не завершили. В Казахстане, например, на момент распада Союза половина населения было русских. А на момент образования Казахстана они там были в меньшинстве. То есть, проблема была не в этих административных границах, а в том, что было желание разорвать страну. И, кстати, вот есть такой интересный момент, связанный, опять же, с виной Ленина. Распадаются одинаково успешно и федеративные государства, как был Советский Союз, и унитарные государства. Вот сейчас мы наблюдаем, допустим, Сирия распалась, унитарные государства – унитарные. Украина, по сути, распалась, унитарное государство. Грузия распалась, унитарное государство. Чем отличается распад федеративного государства от унитарного? Когда федеративное государство распадается, его всё равно уже решили вот эти твари, которые его разваливают, они решили его разорвать, на куски поделить между собой. В федеративном государстве хотя бы есть административные границы, по которым можно официально развалить без крови, и есть шанс, что непосредственно без боевых действий это получится. А там, где рвут унитарное государство, таких шансов нет, и кровь льётся всегда. То есть, проблема не в том, что были административные границы, а в том, что нашлись твари, которые решили Советский Союз разорвать на куски. Эти твари в Беловежской пуще подписывали соглашение, ставили свои подписи, вопреки воле народа. Кстати, там же действительно говорится, что по Советской Конституции в случае воли народа любая республика может выйти и получить независимость. Но ведь был проведён референдум, правильно? Да. Как народ проголосовал? За сохранение. За сохранение, да. То есть, воля народов здесь ни при чём, и Конституция Советская здесь ни при чём. Здесь воля есть подонков, которые решили разорвать страну. И они сделали свои подписи. То есть, если бы страна была унитарной, они бы всё равно бы подписали, всё равно бы разорвали. Но так как отсутствовали бы формальные границы, то они стали бы это ещё и делить. И полилась бы кровь. Вот и вся была бы разница. То есть, федеративные государства и унитарные государства в этом плане одинаково устойчивы. И рвут их совершенно одинаково. То есть, когда есть цель разорвать – разорвут. Потому что есть национальности, есть разные конфессии, есть разные территории, одни из которых дотационные, а другие являются донорами, причин порвать – найдут. То есть, то, чего будут гружать людям в качестве пропаганды, чтобы порвать – тоже найдут. Ты знаешь, на мой взгляд, этот раздуваемый национализм – для меня это всё время как некая «вражда» между Питером и Москвой. Совершенно очевидно, что в Питере люди умнее, культурнее образованнее, чем вот эти самые москали. И совершенно очевидно… Зато они бездельники, а в Москве работают. Да. И совершенно очевидно, с точки зрения москвичей, тут одни лентяи, он на машине проедет, они тут все еле ползают, никто никуда не торопится. И чего? Так давай, эти плохие, те плохие, так давай и тут поделимся. Да. Но точно на тех же… Так ведь и было? Именно так. И при том, заметьте, здесь как раз-таки никаких национальных республик нет, а вопросы отделения возникают. Да. Ну, у нас есть доморощенные идиоты, которые считают, что город Санкт-Петербург должен отделиться от России. Настолько он самостоятельный. Я с такими здесь даже общался. Так вот, поэтому я чётко знаю, вот эти моменты с этой позицией связаны. И вот здесь есть какой момент, что Ленин всего лишь объявил о том, что действительно люди имеют право решать свою судьбу. Ну ты знаешь, а я-то здесь не, например, согласен. Но только люди-то как решили, что они будут вместе жить в Советском Союзе? Т.е. пока был Советский Союз, ни одна из республик не поднимала вопрос об отделении, ни одна. А в чём смысл? Ну, собственно говоря… Более того, когда уже было решено Советский Союз разорвать, уже было решено, когда провели вот этот референдум при Горбачёве в конце перестройки, народ всё равно был против того, чтобы рвать Советский Союз. Они хотели жить в одной стране. Большинство проголосовало за сохранение. Просто плевать они хотели на волю народа. А виноват во всём, конечно, Ленин. Да. Т.е. тот, кто этот союз создал. Потому что иначе бы эти республики были отдельными, в самом начале были бы отдельными, а не одной страной. Печально всё это, печально такое отношение к собственному прошлому. Т.е. только что мы посмотрели на дегенератов-бандеровцев, которые рушат памятники Ленину, и практически то же самое внутри родной страны. Рушат памятники Ленину? Да. Кстати, Ленин... Сразу возник вопрос, тут же выскочили в Думе, не пора ли захоронить, это вот первейшее у нас занятие. Бояться до сих пор. А как же, да. Так вот, а Ленин на самом деле как? Он же с Советским Союзом уже, когда Советский Союз возник, он там практически уже и в управлении не поучаствовал. Он вскоре после окончания Гражданской войны, довольно мало времени прошло, он умер. То есть, сначала тяжело заболел, потом умер. При этом он о судьбе страны продолжил беспокоиться до последнего дня. Пытался работать, писал, вот что мог – делал. Вот теперь оказывается, что он, создав Советский Союз, заложил бомбу под Россию. Как, так сказать, в завершение, где там на фотографии сидят Ленин и Сталин, демотиватор, и внизу подпись «Жизнь надо прожить так, чтобы даже после смерти боялись твоих памятников». Ну, наверное, всё-таки у парней получилось. Это да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова